Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Максим Ефимов, я являюсь политическим беженцем в Эстонии, писателем и основателем алоцентрической партии Эстонии. Это случай довольно-таки нетипичный, потому что основал я эту партию, не будучи гражданином Эстонии. Человек существо социальное, и попадая в любое общество, человек видит его какие-то сильные стороны, слабые плюсы и минусы, и так или иначе он хочет участвовать в жизни социума. Либо социум влияет на нас, а он безусловно влияет на нас, либо мы влияем на социум. И мне уже, конечно, надоело, что эстонский социум на меня влияет, причем иногда это довольно-таки такое депрессивное влияние, поэтому я не думаю о том, что общество может дать мне, эстонское общество, я думаю о том, что я могу дать эстонскому обществу. И вот в плане социальном, в плане политики я решил основать партию, алоцентрискую. Что такое алоцентризм? Алоцентризм — это некая противоположность эгоизму. Это термин, заимствованный с психологией. И я его перевел в область политики. И алоцентризм означает умение поставить себя на место другого человека. То есть умение оказаться в чужой шкуре и, соответственно, лучше понять другого человека. Мне кажется, что сегодня в эстонской политике доминирует эгоизм, доминирует win-lose thinking, то есть стратегия победитель, проигравший. Я считаю, что это неправильная стратегия, губительная, самоубийственная для Эстонии. И вместо этой стратегии, вместо этого мышления я предлагаю другое мышление, win-win thinking, то есть стратегию беспроигрышную, беспроигрышное мышление. Я намерен зарегистрировать эту партию, и я бы хотел, чтобы алоцентристская партия участвовала в выборах. Но пока я один. И я предлагаю следующее. Я считаю, что в Эстонии необходимо ввести безусловный доход. И чтобы каждый гражданин Эстонии получал определенную сумму, независимо от того, работает он или нет. Ну, я думаю, что, допустим, 500 евро для Эстонии сейчас, это была бы нормальная сумма. Откуда можно взять эти деньги? Конечно же, из бюджета страны и за счет сокращения бюрократического чиновничьего аппарата. Например, службы занятости довольно-таки неэффективны. То есть, государству не нужно будет оплачивать заработную плату, аренду помещений, всякие семинары, всякие ненужные буклетики, которые просто выбрасываются. Я, допустим, не могу свои книги издать и так далее. Ну, и другие эстонские писатели и так далее. Я считаю, что Эстония, ну, она бедная страна, но эта бедность, на мой взгляд, она срежиссирована. Она организована. Почему я так думаю? Ну, посудите сами. В этом году, то есть, в прошлом году на компенсацию привилегий депутатов Риги Кугу было выделено из бюджета чуть более 700 тысяч евро. То есть, 700 тысяч на 101 депутата. Это, по-моему, очень много. Далее, обратим внимание на то, что премьер-министр пользуется частной авиацией. То есть, довольно-таки дорогой. Это в порядке вещей. В отличие, кстати говоря, от президента Литвы, которая использует лоукостеры для своих полетов в Лондон. Кроме того, Эстония закупает довольно-таки дорогое оружие и тратит на эти цели приличные деньги. Даже больше, чем рекомендует НАТО. То есть, деньги в стране есть, просто распределяются они неверно. Это происходит потому, что население Эстонии, оно довольно-таки неактивное. Оно не занимается политикой. И оно в политике не участвует. И вот, алоцентристская партия, это на самом деле попытка пробудить эстонцев и пригласить их к участию в политике. Алоцентристская партия, это действительно демократическая партия. И если эстонцы осознают свои интересы политические, то тогда у партии, которую я основал, есть будущее. Если они будут оставаться покорными, послушными, духовно неразвитыми, политически апатичными, то будущего нет. Поэтому, я думаю, что эта алоцентристская партия, это реальная оппозиция всем остальным эстонским партиям. На самом деле, вот эта многопартийность, это миф. Мне кажется, что в Эстонии однопартийная система, на самом деле. То есть, те, кто у власти, те, кто у кормушки и народ. Поэтому алоцентризм, это новая философия политическая. И с этим я иду. Если люди это поймут, оценят и откликнутся, и поймут, что в этом выход, в солидарности, в социальной справедливости, тогда жизнь в стране изменится. Я всего лишь как некий такой, знаете, ну, двигатель, я даю толчок этим процессам. Я думаю, что они уже назрели. Вторая политическая заповедь алоцентристской партии, это беспроцентное государственное кредитование населения. Я считаю, что государство должно не поощрять вот эту банковскую деятельность, да, не кормить банки, которые просто вот сужая деньги, да, давая деньги людям, под проценты живут с этого. Я считаю, что государство само должно давать беспроцентные кредиты людям, своим гражданам, и тем самым инициировать внутренний спрос на рынке. Это, по-моему, замечательная идея, и в какой-то стране, по-моему, в Ирландии она была успешно реализована. Что касается безусловного дохода, то как бы утопически это не звучало, но попытка его введения будет осуществляться в Финляндии, исследования идут в Германии, референдум в Швейцарии и так далее, и тому подобное. Ну, мы знаем, как вот после санкций в России поступают с едой, да, ее просто уничтожают. Скотто-чиновники закапывают еду, хорошую еду в скотомогильнике. Это, конечно, ужасно, это варварство, это преступление. Уничтожать еду, когда столько голодных людей, которые недоедают, и там сыр, персики, там фрукты уничтожать, это просто преступление. Но что происходит в Эстонии? Оказывается, ежегодно 25 миллионов евро выбрасывается на ветер. То есть ежегодно гипермаркеты выбрасывают продуктов на 25 миллионов евро, задумайтесь. В Эстонии есть люди, которые недоедают. Есть много бедных людей, детей, которые нуждаются в этой еде. Алоцентристская партия предлагает принять закон, который обяжет гипермаркеты эту еду отдавать на благотворительные нужды. Сегодня в Эстонии существует разрыв между зарплатами. Зарплата депутатов, она где-то раз в 10 превышает такую минимальную зарплату. Я считаю, что это неправильно. А если мы берем каких-то бизнесменов крупных и так далее, то это еще больше разрыв. Я считаю, что это несправедливо. И я считаю, что вот этот разрыв, эта разница, она должна сокращаться. Каким образом мы этого достичь? За счет повышения минимальной зарплаты раз. И за счет повышения налогов для богатых и снижения налогов для тех, кто зарабатывает мало. Девиз аллоцентристской партии «Долой цивилизованное рабство». Именно оно является причиной, по которой люди себя чувствуют рабами. Я считаю, что в Эстонии должен быть ликвидирован институт без гражданства. Ни в одной цивилизованной стране такого нет. Люди должны быть гражданами. Они должны принимать участие в выборах, участвовать в принятии решений. Они несут полную ответственность за себя, за свои семьи и так далее и тому подобное. Почему их исключили из политики, не знаю. То есть, какую-то часть исключили из политики, а другая часть слепо доверяет политикам. Что для меня тоже непонятно, потому что мы часто не доверяем близким нашим, родственникам, женам и мужьям, братьям и сёстрам, знакомым. А тут люди слепо доверяют политикам делать всё, что они хотят. Я считаю, что государство должно как можно меньше участвовать в жизни общества. Не должно быть СМИ, которые финансируются за счёт государства. То, что я видел здесь в Эстонии, телевидение, которое оплачивается из бюджета Эстонии, на мой взгляд, представляет собой организованное оболванивание масс, организованное отупление людей. И просто выбрасывание денег на ветер. Поэтому я считаю, что государство не должно финансировать телевидение. Эстония довольно-таки развита в плане технологий. Здесь у каждого почти есть интернет, айфон, компьютер. И, в принципе, здесь довольно-таки развитый кросс-медиа. Я веду свой видеоблог. Я знаю кучу людей, которые тем же самым занимаются. Вот это надо поддерживать. Это надо поощрять в виде, может быть, каких-то мини-грантов и так далее. Но это не обязательно. Не обязательно. Если у человека будет минимальный доход, он сможет его потратить... А, в смысле, безусловный доход, он сможет его потратить на своё любимое дело. Кстати, безусловный доход, он позволит людям воспитывать детей, а не пропадать целыми днями на работе, занимаясь рабским трудом, возвращаясь там опустошёнными, уставшими, злыми и так далее. Позволит заниматься любимым делом. Например, писатели смогут писать свои книги и издавать их, художники рисовать и так далее. Больше будет творчества, люди смогут посещать какие-то общественные места, концерты и так далее. То есть, закрутится жизнь, она станет гораздо интереснее. Я полагаю, что доходы от коммерческой деятельности государственных предприятий, типа Эст-Энергия, должны инвестироваться в экономику Эстонии. Не так давно Эст-Энергия заплатила какому-то человеку, какому-то иностранцу 50 миллионов евро за совет о том, куда лучше инвестировать деньги, доходы. Но мне кажется, что здесь произошло нечто невероятное и даже, может быть, предательство по отношению к Эстонии. Потому что сама страна нуждается в инвестициях, сама страна нуждается в развитии. И, к сожалению, деньги из страны ушли. Контролирующие органы не нашли никаких нарушений, но мне кажется, что это нечестно по отношению к тем людям, которые живут в стране. Необходимо внедрять какой-то новый экономически привлекательный бизнес. Например, это может быть легализация марихуаны. Ну вот представьте, что когда в США несколько лет тому назад в одном штате легализовали марихуану, то за день выручка от продажи марихуаны составила миллион долларов. Эстония могла бы зарабатывать огромные деньги на марихуане. Почему этого не сделать? Тем более, что сейчас очень много пишут о пользе этого растения. В Эстонии обязательно нужно вводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Физкультура и спорт укрепляют организм, укрепляют мышцы, способствуют оздоровлению населения. То есть у меня нет ведь никакой диспансеризации, да? Но люди порой не знают, чем себя занять, свое свободное время. Кроме того, они как бы, ну вот такая гиподинамия, они там у телевизора время проводят, да? Но лежат как-то. Спорт наоборот. Это командные игры. Они будут сплачивать людей, они будут делать людей частью дружного коллектива, люди будут общаться больше между собой, и они будут здоровыми. Это самая лучшая профилактика заболеваний. И кроме того, они будут себя чувствовать намного лучше. Я вот недавно занимался йогой, пилатесом, бодибаланс, бодипамп и так далее. И у меня улучшилось настроение. Я стал просто летать. Это классная вещь, что государство должно позаботиться о своих гражданах и ввести бесплатные занятия физкультурой и спортом. Ну и, наконец, последнее на сегодня. Приоритетом государства должна стать культура, наука, образование, здравоохранение, просвещение. Я считаю, что духовно неразвитые люди — это просто муравьи такие. Они не реализуют своё человеческое призвание. Именно чтение, занятие наукой, искусством, творчеством, именно культура должна стать приоритетом развития страны. Так же, как и здравоохранение, чтобы не было никаких очередей к врачам, ну, если только небольшие, совершенно да, которые бы не напрягали особенно людей. Вот этим должно быть озабочено государство. Ну, и на оборонные цели тратить не больше, чем рекомендует НАТО. Скорее всего. У меня, пожалуйста, комментируйте видео, присоединяйтесь к партии алоцентрической, делитесь своими идеями, делитесь этим видео, давайте обсуждать и давайте делать жизнь в эстонском обществе, в эстонском государстве лучше, перспективнее. Потому что, действительно, от каждого из нас зависит то, какой будет жизнь в стране, каким будет будущее этой страны и наше будущее в ней. Удачи вам и всего самого наилучшего! Субтитры подогнали Симон. До свидания! До свидания!